Всем привет, с вами Олег Пека и портал Микс Ньюс, и сегодня для вас я подготовил обзор самых любопытных российских сериалов весны 2021 года, многие из которых только-только стартовали на телеэкранах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Возвращение неудачника Андрея Романовича Чикатилова, лютого зверя-людоеда и история его поиска московской спецгруппы полковника Кисаева развиваются параллельно, а сама история череды ошибок и бездействия следствия становится лакмусовой бумажкой пораженного апатией общества. 1946 год. Демобилизованный лейтенант приходит по направлению на работу в милицию под началом сурового, беспощадного майора, знающего преступный мир как свои пять пальцев. В городе между тем орудует особо опасная банда, куда молодому сотруднику предстоит внедриться. Стоп, стоп. Где мы уже видели сериал с аналогичным сюжетом? Все же за час до рассвета это не попытка ремейка «Место встречи изменить нельзя», растянутого до 16 серий, ну а Константин Хабенский, кредит зрительского доверия, которому не знает границ, старается по мере сил уйти от образа Жеглова, хотя это бывает порой нелегко. Бывший КВНчик Андрей Бурковский в роли Шарапова, задержавшегося в банде, и вовсе выглядит, конечно, по сравнению с оригиналом бледноватым. Замах был как минимум на ликвидацию, но подводит отсутствие в сериале второплановых звезд «Калибра Маковецкого» и «Крючкова». Так что за час до рассвета это не более чем рядовой добротный сериал на тему ретро-криминала, но совсем из другой лиги. Девушки с Макаровым – это попытка клонировать интернов в обстановке полицейского участка. Майор Макаров обладает скверным, неуживчивым характером, но слывет непревзойденным профи с искорем. И вот на его голову, а точнее в отдел, сваливаются четыре интерна, то бишь выпускницы школы полиции. Это мать-одиночка, тупая блондинка, высокомерная всезнайка и спортсменка-пацанка, которых придется учить о зампрофессии и ежедневно исправлять их косяки. Плюс у Макарова, которого играет, кстати, Павел Майков, тот самый пчелы из «Бригады», есть личная драма в виде затянувшейся паузы в отношениях с бывшей женой по совместительству начальником следствия. Ее играет Олеся Судзиловская. Ну, как вы догадываетесь, это аналог Киси Гач. В целом, ситком смотрибелен и вызывает интерес. Даже если вы не любите российские сериалы, есть шанс, что вампиры средней полосы сумеют переломить ваше предубеждение. Ведь перед нами атмосферный представитель городского фэнтези с комедийной основой и неплохим детективным сюжетом. В провинциальном Смоленске живут вампиры. Живут себе тихо, по закону попивая кровь, но обходясь без смертоубийства. Ровно до тех пор, пока однажды в Березовой роще не находят обескровленных парней, после чего из Москвы прибывает следственная группа. Возглавляет вампирскую ячейку Дед Слава в блистательном исполнении Юрия Стоянова, кстати, заменившего в этой роли Михаила Ефремова. В роли хранительницы традиции мы увидим великолепную Татьяну Догилеву. Мы понемногу привыкаем к тому, что на телевизионных экранах позволяется куда больше запретных тем и острых моментов, чем в кино. Сериал «Хэппи Энд» погружает нас в мир современного вебкам-порно и знакомит с теми, кто этим занимается. А что еще делать, если вы должны крупную сумму бандитам, для которых продавали наркотики, а друг, обещавший все разрулить, куда-то смылся? Оказавшиеся в подобной ситуации, 19-летние Лера и Влад запрыгивают в автобус до столицы и пытаются начать жить с нуля. Чтобы не умереть с голоду, они берутся за вебкам, обещающий легкие деньги. Так сложилось, что у Лены роскошное тело, а Влад — айтишник, обеспечивающий эротические стримы с последующей обналичкой. Не совсем очевидное развитие событий в первых сериях обещает как минимум интересную историю. И чуть не забыл, перед просмотром эвакуируйте детей от экранов. Шоу в полном смысле берет быка за рога, начинаясь на съемочной площадке порно-ролика. Целых три года нам пришлось ждать второй сезон остросюжетного сериала «Налет» с Владимиром Машковым в главной роли. Ремейк популярного французского шоу рассказывает о четверых сотрудниках полиции, пытающихся восстановить честное имя своего руководителя, ложно обвиненного в превышении полномочий. Финал первого сезона был обескураживающе драматичным. Группа Каплана попадает в ловушку коррумпированных злодеев, герой Машкова взял всю вину на себя, пошел под суд, а его коллег уволили из полиции. Но долго оставаться без работы им не придется. Второй сезон начинается с того, что Каплану предлагают сделку, если он сумеет внедриться в банду, устроившую громкое ограбление, он получит прощение. Редкий случай, когда адаптация получилась едва ли не лучше оригинала. Какой из этих сериалов больше всего привлек ваше внимание? Какой вы захотите смотреть? Пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был Олег Пека и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!